Всем привет! После распаковки квадрокоптера нужно зарядить аккумуляторы и пульт управления, так как из коробки они переведены в режим пониженного энергопотребления. Чтобы зарядить и активировать аккумулятор в первый раз нужно вставить его в дрон или воспользоваться зарядной станцией. Вставляем зарядную станцию аккумуляторы в порт аккумулятора до щелчка. Загорятся LED индикаторы и покажут уровень заряда аккумулятора. Подключаем зарядную станцию к сети с помощью кабеля microUSB и зарядного устройства DJI 18W. Интеллектуальная батарея с самым высоким уровнем заряда будет заряжаться первым, затем все остальные в соответствии с их уровнем зарядки. В случае установки нового аккумулятора последовательность зарядки будет перерассчитываться и изменяться соответственно. Индикаторы состояния будут светиться белым цветом после полной зарядки соответствующей батареи. Чтобы посмотреть уровень заряда аккумулятора зарядной станции нужно нажать кнопку питания на торце. Если будете использовать обычное зарядное устройство без поддержки быстрой зарядки, то зарядка аккумуляторов будет дольше и индикаторы будут мигать медленнее. Если в момент заряда батареи к зарядной станции подключено устройство по USB, то после заряда всех аккумуляторов автоматически начнется зарядка этого устройства. Это удобно использовать, когда у вас только одно зарядное устройство и помимо батареи нужно зарядить пульт управления. Подключайте таким образом и все автоматически заряжается. Когда зарядная станция не подключена к зарядному устройству, то зарядка устройства подключенного через USB будет разряжать менее заряженную батарею зарядной станции. Если нет зарядного устройства или требуется зарядить одновременно две батареи нужно. Ставить батарею в дрон сзади до щелчка. Закрываем крышку, вставляем кабель microUSB в Mavic Mini. Подключить зарядное устройство к сети с помощью кабеля microUSB и зарядного устройства DJI 18W. Индикаторы уровня заряда аккумулятора отображают текущий уровень заряда аккумулятора во время зарядки. Батарея полностью заряжена, когда горят все индикаторы уровня заряда батареи. Отсоедините зарядное устройство USB, когда батарея полностью заряжена. Короткое нажатие кнопки питания – это проверка уровня заряда аккумулятора дрона. Чтобы зарядить пульт управления, нужно вставить microUSB кабель в гнездо слева на торце. Индикаторы покажут уровень заряда. Также, чтобы проверить уровень заряда, нужно нажать на кнопку питания. Пока заряжаются аккумуляторы и пульт управления, на мобильном устройстве сквачиваем приложение DJI Fly. Открываем, разрешаем доступ ко всему, пропускаем ролик, согласиться, далее не сейчас, указываем адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Далее, придумываем пароль, вводим капчу, регистрация нажимаем пропустить. После регистрации, подготавливаем пульт управления. Для этого, раскладываем антенны перпендикулярно пульту, так сигнал наиболее надежен. Раскрываем держатели мобильного устройства. Максимально можно раскрыть на 18 см. Из слота слева и справа достаем джойстики. Вкручиваем их в пульт. Далее, выбираем подходящий RC кабель из набора зависимости с типом мобильного устройства. Подключаем конец кабеля с логотипом DJI к пульту управления, а другой конец кабеля к мобильному устройству. Закрепляем мобильное устройство, надавив на зажимы. 0.9 в силиконовом чехле подходит впритык, держится хорошо благодаря прорезиненным вкладкам. Но без чехла лучше, так как штекер упирается в стенку ручки. Без чехла выходит в отверстие. Встроенный аккумулятор в пульте управления имеет емкость 2600 мАч и максимальное время работы 4,5 часа при использовании устройства на базе iOS и 1 час 40 минут при использовании Android устройств. Далее, подготовим квадрокоптер. Отклеиваем все ненужные наклейки. Снимаем крышку с камеры. Раскладываем сначала передние лучи, потом задние. Вставляем аккумулятор в аккумуляторный отсек до щелчка. В этот слот вставляем карту памяти microSD. Рекомендуется использовать карты UHS-1 класса скорости 3. У меня вот такая карта от Samsung на 64 ГБ. Флешки до 32 ГБ нужно отформатировать файловую систему FAT32. Свыше 32 ГБ – XFAT систему. Нажимаем на кнопку питания один раз для проверки уровня заряда аккумулятора, затем нажимаем снова и удерживаем в течение 2 секунд для включения дрона. После включения дернутся лопасти и стабилизатор камеры. Прозвучит звуковой сигнал. Индикатор состояния дрона сначала замигает поочередно красным, зелёным и жёлтым. Это означает о выполнении самодиагностических тестов. Далее индикатор быстро замигает жёлтым цветом. Сигнализирует о потере сигнала пульта управления, так как пульт ещё не включен. Включим пульт управления. На мобильном телефоне должно быть интернет-соединение. Блютуз и Wi-Fi должны быть отключены. Нажимаем на кнопку питания один раз для проверки уровня заряда аккумулятора, затем нажимаем снова для включения пульта. Прозвучит звуковой сигнал. Индикаторы начнут мигать, показывая уровень заряда аккумулятора. Пульт управления автоматически начнёт заряжать Android-устройство, либо нужно будет выбрать именно этот вариант. Приложение DJI Fly запросит разрешение на доступ к пульту управления. Нажимаем всегда открывать при подключении пульта. ОК. Нажимаем то же самое. ОК. Связь пульта управления с коптером установлена. Нажимаем кнопку «Поехали». При первом запуске нужно активировать Mavic Mini, следуя инструкции на экране в приложении DJI Fly. Этот дрон произведён в марте 2020 года с предустановленной прошивкой версии 400. На момент записи видео вышло новое обновление версии 500. В новой прошивке есть свои плюсы и минусы. Пока я не буду обновлять прошивку. Это никак не повлияет на работу коптера и пульта. Снова нажимаем кнопку «Поехали» открывается вид с камеры. Проведём небольшие настройки. Нажимаем справа в углу три точки, вкладка «Безопасность». Выставляем максимальную высоту 500 метров. Максимальное расстояние без ограничений. Существует три режима возврата в точку взлёта. Первый. Интеллектуальный. При стабильном GPS-сигнале достаточно нажать в приложении вот эту кнопку или на пульте управления зажать вот эту кнопку. Второй. При низком заряде аккумулятора. И третий. Аварийный. После потери сигнала пульта управление на более 11 секунд. Высоту возврата нужно ставить выше всех препятствий на местности. Поставим 100 метров. Чтобы отформатировать карту в нужную файловую систему, переходим на вкладку «Камера», «Память», «Формат», «Подтвердить». Я нахожусь сейчас в помещении. Калибровка компаса не требуется. GPS сейчас недоступен. В таких случаях дрон использует систему нижнего обзора, состоящую из одной камеры и инфокрасных датчиков. Это два трехмерных инфокрасных модуля. Такая система помогает дрону поддерживать текущее положение, зависать на месте более точно и летать в помещении или в других условиях, где нет сигнала GPS. Система оптимально работает при полете на высоте от 0,5 метров до 10 метров. При хорошем освещении поверхность не должна быть однотонного цвета и с высокими отражающими свойствами. После взлета дрон зависнет на месте. Индикатор состояния дрона будет дважды мигать зеленым. Это будет означать, что система нижнего обзора работает. В следующем ролике расскажу, как откалибровать компас, датчик IMU, нужно ли их калибровать и когда это делать. Также расскажу, что нужно делать, чтобы связь между пультом управления и дроном была максимально лучшей. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Это мотивирует выпускать более качественные видео и помогает продвигать видео на YouTube-канале. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok